Здравствуйте! Такого незатейливого жука я нарисовала. Не помещается полностью. Буду делать там, где видно, в камеру, не переживайте. Так, начну с крыла. Сначала я покрываю все водой. Чистой. И теперь довольно так сильно, чтобы краска могла течь. Так, я хочу немного сиреневого. Кисточку макаю совсем чуть-чуть в краску. Так вот делаю. Хочу плавный переход делать. Можно наклонить лист, краска стечет. Сначала вниз, потом вверх. И обычно, если у вас достаточно воды, переходы получаются очень плавными. Теперь, тут я хочу немного... ой, тут цвет зеленого. Ой, какой яркий. С полосного кисть набрала чистой воды и сейчас размою. Крово подчеркнуто снизу и сверху. Здесь тоже самое. Сейчас чуть вниз опускаем, потом чуть вверх. Если где-то, вот видите, тут волна такая получилась, я ее немного подразмою. Все. И то же самое. Теперь делаем с этим кровом. Я даже, ой, надеюсь, как ногами сделаю. Смачиваем сильно-сильно водой. Так. Сиреневый. Беру краску, не смешивая прямо из кюветки. И теперь вниз. А тут зеленым. Изумрудным, вернее. Вообще, сочетание фиолетового и изумрудного всегда выигрышное. Берите на заметку. Вместе они хорошо сочетаются, если их смешать. Немного уберу пигмент. И тут тоже самое. Даже вот немного смешался с фиолетовым. Ничего страшного, все равно будет красиво. Краску вот так гоняете по поверхности. И вода сама разнесет пигмент. Все сделает за вас. Тут переборщила воды. Много воды тоже не очень хорошо. Вытру кисть. Воду всю в одно место. И вот так вот выпью лишнюю воду. Вот такие у нас пока что коренья. Теперь голова. Тут я уже не буду брать чистую краску. Я смешиваю изумрудную и травяную зеленую. зеленую, чтобы зеленый был такой. Ну, не очень открытый, не прямо яркий из коветки. И просто так вот делаю усики. без всяких секретов глаза будут золотые я их не буду трогать хотя разве что так обведу ничего страшного что они разные получились потом когда буду клеить наклею равномерно тут я хочу небольшой узор сделать тоже баталью и пока что не буду трогать крылья сделаю брюшку брюшку тут тоже у меня будет узор из потали я его не буду полностью закрашивать но такой намек оставлю чтобы не получилось цвет классный получается прям такой зелененький красивый добавила воды хочется здесь немного изменить оттенок добавлю розоватого оттенок будет такой более уже фиолетовый очень темный просто добавлю воды пускай будет такой если что-то где-то неровно вот допустим линия я не очень стремлюсь делать ровную потому что мне нравится когда акварели какие-то неровности такие видно что сделано от руки они на компьютере я не против если где-то такие моменты получаются тут уже еще больше фиолетового а Умираю просто, чтобы, когда наложу поталь, не было белых дырок, белая бумага не светилась. Все, крыло высохло, и тут высохло, но здесь ложится небольшая, я ее хочу убрать. Кисть помыла, вытерла, и сухой кисточкой, легонечко, чуть-чуть промакиваю, убираю лужу, чтобы от кисти не оставались белые пятнышки. Для этого надо касаться бумаги очень-очень тихонько, еле-еле. От моего пальца белое пятно осталось, а это крыло хорошо прям, идеальная заливка, градиент, можно сказать, лапки. Я намеренно делаю все не одинакового цвета. Потому что это будет приятно глазу, наш глаз так устроен, что гораздо приятнее он воспринимает различные оттенки одного и того же цвета. Никогда все одним цветом сделано. Так, если где-то краска очень густая, сухая, я не боясь поверх размачиваю вот так водой. Просто беру кисть чистой воды, не отжимая, и много-много воды так распределяю. В этой форме. И вода по мере высыхания сделает свое дело, красиво разнесет пигмент. Но это потом будет видно, когда подсохнет. Пока что все одинаково. Нижние лапки. Тут хочется еще больше оттенков. Возьму, сделаю вот так. И возьму коричневый. Чтобы коричневый плавно перетекал в зеленый. Вот так. Можно тоже какие-то там шипы поделать. Вот так. Ну и все. Остались крылья. Крылья, конечно, хотелось бы покрыть краской равномерно. Хотя, можно и с какими-то оттенками. Мне почему-то очень хочется розового добавить. Бумага у меня не акварельная. Смочу сразу крыло. Не скажу, что чисто водой. Но все равно цвет там уже такой, каким будет крыло. Поэтому ничего страшного. Теперь буду раскрашивать. Вот с розовеньким. Аплодисменты. Вот. пусть будет так мне нравится притекание цветов здесь тоже самое сначала смачиваю потом буду делать красивые эффекты перетеки акварели а а а а Пускай будут такие крылья. Теперь все. Остается ждать пока высохнет и будем наносить поталь. Пока, увидимся в следующем видео.